В канун празднования Дня Независимости в Сарканском районе Алматинской области в действие запустили ряд социальных объектов. Новая малогидроэлектростанция на реке Саркан мощностью 2 мегаватта. Она возведена в рамках региональной карты индустриализации. Благодаря ГЭС решится проблема дефицита электроэнергии в регионе. А в селе Екаша благодаря дорожной карте 2020 открылась новая сельская врачебная амбулатория. ГЭС на реке Саркан была возведена еще в 70-е годы прошлого века. Проработала всего 12 лет, а последующие 16 простаивала. И только в 1998 году благодаря местным энтузиастам была запущена вновь. Все эти годы капитальный ремонт оборудования не проводился. Станция начала медленно угасать. Вторую жизнь ей подарила региональная карта индустриализации. Благодаря почти полумиллиардным инвестициям гидроэлектростанция работает по принципу зеленой энергетики. До реконструкции мощность ГЭС едва ли составляла 1 мегаватт. Сегодня ее потенциал намного выше. Объемы составляют 15 миллионов киловатт часов в год. Значит мощность ГЭС 2,5 мегаватта. Дефицит электроэнергии будет снижаться. Сарканская ГЭС частично закроет дефицит электроэнергии. Для местного населения она будет дешевле. Новое производство обеспечило работой 20 человек. Ну а для жителей села Якоша предстоящие праздники ознаменовались открытием новой амбулатории. Многие годы сельчанам приходилось ездить лечиться в райцентр. Теперь получать качественную медицинскую помощь сможет все четырехтысячное население сельского округа. Мы очень рады, что у нас есть новая больница. Ведь у нас много пенсионеров, детей. Очень неудобно было ездить в райцентр. Теперь вот будем приходить сюда. И главное есть все специалисты. Амбулатория соответствует всем современным требованиям. Передовое оборудование, светлые просторные кабинеты, дневной стационар. Приехали работать сюда и молодые специалисты. Стоматолог Канат Аксултанов один из них. Аппаратура эта все новая, конечно, очень рада. Очень неудобно, конечно. И хотелось бы, чтобы было побольше рабочих мест и побольше новых аппаратур. Чтобы работало слегка. В районе практически все сельские врачебные амбулатории обеспечены необходимыми медицинскими кадрами. Нехватка специалистов ощущается только в центральной районной больнице. В прошлом году к нам в район приехало 12 врачей. В этом году всего четверо. У нас не хватает терапевтов, педиатров, а также анестезиологов, реаниматологов. В целом где-то еще 12 специалистов надо. Сейчас для пополнения районной больницы новыми специалистами высшего звена заключен договор с ведущими вузами страны. Решается вопрос обеспечения их жильем. Благодаря этому в ближайшие год-два вопрос с дефицитом кадров будет полностью решен. Гульнар Жантасова, Ужазвай Бусынов, Алматинская область.